В прошлом выпуске мы показывали сюжет, в котором работники завода НВА и СВС-техника рассказывали, что на двух предприятиях города не выплачивают зарплату с лета 2013 года. Проблема привлекла внимание не только общественности. Следственные и надзорные органы стали проводить проверки. Почему предприятие оказалось в кризисной ситуации, что будет с ним дальше и когда выплатят долги по зарплате? Эти вопросы Наталья Киселева задала генеральному директору предприятия Сергею Черемухину. Эта встреча должна была состояться раньше, но занятость и командировки отсрочили интервью. Но тем не менее генеральный директор завода НВА и СВС-техника нашел время встретиться со съемочной группой и ответить на вопросы, которые интересуют, пожалуй, каждого, кто знает о сложившейся ситуации на двух заводах. Первые проблемы возникли летом 2013 года, когда произошел резкий отток кредитных ресурсов. Мы получаем очень низкие авансы, которые не обеспечивают выпуск продукции. Плюс у нас присутствуют отсрочки нашим покупателям, прочие моменты, которые просто заставляют предприятия работать с кредитными ресурсами. И в том случае, если кредитные ресурсы просто достаточно быстро теряются, то здесь возникал момент недостаток оборотных средств. И исходя из этого невозможность тех объемов, в которых мы выпускали продукции, реализовывали, ежемоментно решить эти проблемы. Оплата необходимых материалов и комплектующих для работы, уплата налогов – все это также сыграло свою роль. Сейчас задолженность по заработной плате превысила 20 миллионов рублей. Но все долги будут выплачены. Конечно, не одномоментно, а постепенно, заверил генеральный директор предприятий. Это приоритетная задача. И по решению именно с выплатой задолженности по заработной плате, я сразу же оговорюсь, это не удастся сделать молниеносно, ежемоментно. Мы двигаемся последовательно. То есть мы в первую очередь выплачиваем сейчас, безусловно, задолженности перед людьми, которые уже уволились. Но это будет сделано не одной неделью, не одним месяцем. Я сразу же просто обозначаю, чтобы это было понимание. Всевозможные меры по исправлению сложившейся ситуации с СВС-техникой и заводом НВА предпринимаются. Но и тут, как с выплатой заработной платы быстро не получится, объясняет генеральный директор. Предприятия заработают, но запуск будет поэтапный и в малых объемах. Как пойдет восстановление и дойдет ли до прежних объемов, пока сложно сказать. Время покажет, насколько верными и последовательными были действия руководителей и тех, кому небезразлична судьба предприятий. Наталья Киселева, Юлия Хлыстова. Новости ТВ-Рассказово.